Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара на несколько каток Panzer M10. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу, как обычно, попросить каждого из вас, кто не подписан на мой канал, но продолжает смотреть мои видео, подпишитесь, пожалуйста, сделайте милость, поддержите мои начинания, помогите развивать мой канал, развивать мое детище. Я вам буду безумно благодарен, если вы это сделаете. И поставьте, пожалуйста, лайк данному видео. Плюс к тому, если вы имеете что сказать по результатам просмотра данного видоса, ну и, в принципе, по результатам просмотра любого видоса на моем канале, коих у меня становится все больше и больше, пишите, пожалуйста, в комментариях, по возможностям я буду отвечать абсолютно всем, кто будет мне писать. Спасибо большое заранее. Итак, ребятки, Panzer M10. К сожалению, я не смог заснять, как попался мне этот танчик. Этот танчик выпал мне из контейнера за рекламу. Дело в том, что я играю на ПК и, соответственно, здесь нет возможности просмотра рекламы, дабы получать какие-то вкусняхи от разработчиков. Ну, соответственно, я эти все контейнеры и видосы рекламные для того, чтобы получать халявную голду, смотрю с телефона, ну а там заснять у меня возможности нет. Качество будет ужасное. Да и, в принципе, ну, я не верю в то, что довольно часто что-то выпадает, а каждый раз записывать видео с открытием каждого контейнера, ну, это, честно говоря, как бы, ну, немножко нудновато. Итак, ребятки, данный танчик мне выпал. Я на него поставил снаряжение стандартное, как я люблю, привыкнувши к кнопочкам. Я поставил на него амуницию стандартную, которая позволяет ускорить перезарядку и увеличить динамику танчика в игре. Я поставил на него боекомплект какой-никакой, ну и, соответственно, оборудование стандартное, я думаю, что, в принципе, как ставят и все. Теперь хотелось бы посмотреть на его технические характеристики. Его технические характеристики мы рассмотрим, как обычно, исключительно по орудию, все остальное сейчас заценим в бою. 160 единиц урона, напомню, это семерка, прем, средний танк, 160, стандартная абсолютно цифра для всех семерок, ну, средних танков, как бы, говорить особо не о чем. Среднее бронепробитие 160 единиц, ну, такое себе, хотелось бы чутка побольше, ну, ладно, фиг с ним, хотя, в принципе, для премчика могли немножко и поднять. Время перезарядки меня уже немножко радует, потому что 3,75, ну, в принципе, это очень хорошо, то есть, получается, по 160 за неполные 4 секунды ты постоянно заносишь. Это крайне приятная цифра. Урон в минуту 2500, это офигенная цифра для среднего танка на седьмом уровне, по моему скромному мнению. Исходя из того, что, в принципе, такими цифрками могут похвастаться танки на более высоких уровнях, и, соответственно, на тех уровнях эта цифра, ну, смотрится совсем по-другому. Исходя из общей прочности танков 1300, принимая во внимание 2500 урона в минуту, то, по сути, вы меньше, чем за минуту выносите одного такого средничка. По-моему, неплохо. Что касается времени сведения, посмотрим сейчас в бою. Что касается разброса на 100 метров, цифра мне ни о чем не говорит. Посмотрим, опять-таки, что оно в бою собой представляет. Углы вертикальной наводки. Меня, в принципе, радует 20 вверх, это очень классно, это нормально. А вот вниз 8, ну, честно говоря, маловато, потому что, как правило, 8 стоит на каких-нибудь тяжиках, на которых пушечка вниз особо не опускается. Но, опять-таки, будем сейчас смотреть это все по факту в бою. Ребят, данный танчик я еще не катал, я его не пробовал, это мой первый заезд в бой на нем. Ну и сейчас посмотрим, что он собой представляет. Погнали в бой. Итак, ребятки, вот мы, наконец-то, закатываемся в бой. Балансерончику понадобилось 40 секунд для того, чтобы нас засунуть хоть куда-нибудь. Я так понимаю, что, ну, в предчувствии, что это очень имбовый танк и очень тяжело к нему подобрать противников достойных. Ну, а если серьезно, сейчас посмотрим, на что он способен. Итак, смотрим первое что. Как обычно, на динамику. Динамика, в принципе, у него неплохая. Да, безусловно, он отстает от легких танков. Но, в конце концов, это среднячок. Поворотливость у него, в принципе, довольно неплохая. Не знаю, пока я, в принципе, доволен. Сказать, что меня что-то сейчас смущает по динамике моей езды, абсолютно нет. Окей. Теперь, что касается сведения. Сведение у нас, ну, слушайте, приятное. А вот пушечка вот так вот просто на выхлоп без полного сведения, ну, мне показалось с первого шота немножко косоватой. Не знаю, насколько я прав. Сейчас мы попробуем немножко еще раз заценить. Если будет, конечно, в кого целиться. Так, по броне. По броне сейчас, по-моему, начнем тестить. На 170 не залетело, скорее всего, от М-очки не зашло, потому что квас все-таки выдает побольше. Слушайте, ну, пока мне нравится. Я не могу сказать, что... И опять 170 М-ка нас не пробивает. Я не знаю, честно говоря, вот, ну, никогда не запоминал цифры, характеристик каких-либо танков. Мне тяжело сказать, насколько... Вот так вот с лету я имею в виду сказать, насколько высокий уровень пробития у М-ки. Но, по крайней мере, вот, ну, два раза к нам уже не залетело от нее, и это приятно. Мы за это время сделали уже то ли три, то ли четыре шота с пробитием. Ни разу не было такого, чтобы мы не пробили. То есть, в принципе, как я понимаю, 160 единиц пробития достаточно. Орудие отрабатывает... Ну, мне, честно говоря, приятно. Вот, вот, честно приятно. Сейчас попробуем забрать кваса, даже если пойдем немножко в размен по ХП с кем-либо. Да, гонять, конечно, ЛТшек не сильно приятно, но, слушайте, ну, мне нравится. Вот, вот скажу так, честно говоря, как для халявы, ну, супер. Ну, 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 вот реально, не к чему прицепиться абсолютно. Два фрага, пускай какие-то недобитки, но мы, ребят, мы успеваем их делать. То есть, о чем я говорю? Я говорю о том, что, да, может, мы и не с нуля полностью всех сейчас разбирали, но мы, ребята, успеваем перезарядиться и догнать. Ну, слушайте, мне нравится. А что нам скажут результаты боя по фарму? По фарму, по фарму, по фарму. Давай быстрее, самому интересно, стола. Давай, 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 быстрее. Ну, наконец-то. Итак, 1300 единиц урона. Два, ну да, пускай недобитка, но все же мы их сделали. Из-за вот такой вот результата я не могу сказать, что бой тащили мы. Мы так, знаете, ну, помогали тащить. Ну, 40 фарма, ну, я не могу сказать, что это много. Но, ребят, и наш результат третье место. Не знаю, я так понимаю, что, скорее всего, я еще раз говорю, коэффициент фарма и подобные характеристики танка я не смотрел нигде. Не заходил ни на ресурсы, никуда. Ну, да, кому интересно, кто знает и хочет поделиться этой информацией, напишите в комментах коэффициент фарма по данному танчику. И вот в отношении М-ки, если знаете, какой уровень пробития, тоже добавьте, буду вам очень благодарен. Ну, а другие ребята почитают и для себя поймут, насколько уровень бронирования у данного танка хороший или нехорош. Мне, честно говоря, зашло. Ну, мне понравилось, вот серьезно. Давайте еще разок попробуем. Итак, ребятки, смотрите, в этот бой нас бросало уже даже не 40 секунд, а минуту 12. И мне почему-то кажется, что я... Это мое субъективное мнение, я не специалист. Может, вы знаете правильный ответ. Как я всегда говорю, все, что хотите и думаете, и чем готовы поделиться, кидайте в комментарии. Мое же мнение такое. Скорее всего, с балансом этой машинки в отношении всего котла рандома что-то все-таки не так. То есть, скорее всего, в этой машинке на данный момент есть какие-то такие показатели, которые, возможно, преобладают перед другими игроками на обычных машинах, что не позволяет данную машинку просто взять и засунуть в первый попавшийся бой. Опять-таки, повторюсь еще раз, возможно, я ошибаюсь. Но в целом, ребят, предыдущий бой показал, что как для халявы она себя чувствует, ну, крайне уверенно. Да, безусловно, это не будет какая-то имба, которая прям, ну да, вот углов наводки, пожалуйста, не хватает и довольно серьезно сейчас не хватило. Мог бы выцелить там в машинку Т-34-100, но, к сожалению, не смог этого сделать. Странно, вроде бы в зеленую зону бил. Ну, в этом бою как-то все немножко менее весело получается. Но, в конце концов, в принципе-то и никто не говорит, что танк, и уж тем более тот, который будет на халяву выпадать где-то из какого-то контейнера, то он будет прям вот нагибать всех, кого не лень. Не знаю, но вот такое вот, знаете, все равно я не могу сказать, что это ощущение, оно какое-то двоякое. Оно двоякое было бы, если бы 50 на 50. А здесь у меня все-таки пока преобладает позитивная эмоция над негативной. Ой, ой, засмотрелся я на тигра. Преобладает позитивная эмоция над негативной, а значит, в принципе, с учетом того, что я денежку за этот танк не платил, ну, то тогда получается, что все окей. Мне лично все нравится. Да, тигриков что-то мы не совсем тянем, но даже вот от тяжей, то ли от, я так понимаю, что от Блэк Принца, а у него пушка, я не знаю, ну, мне всегда казалось, она такой довольно пробивной. Да, Блэк Принца тяжело, конечно, сейчас нам пробить, то есть не хватает. Но и он нас не пробивает. Ну, я так понимаю, что тигр сейчас-то точно нас вынесет. Нет, нас вынес вообще в бочинку Т-34-100. Ну, в этом бою как-то вот вообще не получилось, но и заметьте, вся команда слилась просто в сухую, и как-то вот так вот оно все вышло. Так, ребят, ну, смотрите, результаты боя результатами боя, я так понимаю, что здесь особо смотреть нечего, но у меня появилось неудержимое желание закатиться все-таки еще в одну катку. Я понимаю, что это будет дополнительное время. Что мы там по... Да ничего мы, да, второе место с конца, со 155. И давайте еще разок. Ну, и вот только я говорил по поводу того, что какая-то странность происходит с распределением в бою, как нас просто с лету за одну секунду забросило в бой, еще и в топ. Ну, вот этот вот второй бой, я не знаю, честно говоря, как его оценивать можно, и можно ли вообще его оценивать и брать в учет для формирования какого-то мнения по конкретно М10. Поскольку не считал, что с этого можно что-то, в принципе, сформировать, решил заехать все-таки еще в третью каточку. Так, нас уже кто-то светанул, не знаю кто. Так, я так понимаю, что надо немножко погоняться за АМХом этом, потому что жизни он не даст, на точку С явно никто из врагов не поехал. Ну, слушайте, смотрите, динамика классная, точность пушки в принципе нормальная. То, что в первом бою таранит неплохо, таранит даже больше наносит урона от тарана. Ну, хорошо, пробивай меня, пробивай. Давай, оси. Молочинка ПЗ. Итак, теперь... А теперь получается, что наша команда в сухую сейчас разрывает просто противников. Так, есть вон там вот ПЗ-4С, я не знаю, успеем ли мы до него доехать. Для того, чтобы с ним немножко пободаться, мне в принципе интересно все-таки вот, ну, хотя бы с кем-то, да, схлестнуться. Бой, конечно, будет с ним не совсем равный, потому что все-таки он шестерка, я семерка. И, ну, мне кажется, что наши вот характеристики, они будут все-таки в мою пользу, чем в его. Ну, слушайте... А если еще вот так добавить, то тогда наша перезарядка, она вообще фиг да нифига составляет. Три секунды. Жаль, не успел добрать я. Ну, как я себе понимаю, то, в принципе, челленджера там разберут уже и без нас. Не знаю, может получится хотя бы прицелиться в него, чтобы посмотреть, что там получится. Ну, да, углов наводочки все-таки немножечко не хватает. Ну, теперь мы 7-0 сыграли. Ну, ладно, я думаю, что по трем боям мы сейчас, в принципе, сможем как-нибудь сформулировать свое мнение по данному танчику. Сейчас глянем результаты. Мы нанесли 1136 урона, никого не завалили. Что мы там получили за такую офигительную победу по серебру? Мы получили 34, ну, будем считать 35 тысяч серебра. И в нашей команде по урону мы заняли четвертое в этот раз место, а не третье. Ну, я имею в виду в тех, которые были с победой. Итак, давайте будем формулировать краткое мнение по данному танку. Пушечка точная, очень скорострельная. Броня. Если танковать ромбом, то, в принципе, тяжики не пробивали. Не пробивал Блэк Принц, не пробивал Тигр. Тигр, я считаю, что это, в принципе, показатель для танчика неплохой. С морды, если стоять прямо, я так понимаю, что прошивают, хотя есть явно красные места, особенно я так понимаю, что вот эта маска орудия. Играть где-то от препятствий, да, потому что можно закрывать тушу и оставлять только башню, но я так понимаю, что будут, мне кажется, выцеливать вот эти вот места, они явно должны быть плюс-минус мягенькие у него. Нету никаких комбашенок, это уже хорошо. Сама башня плоская, тоже великолепно. Отыгрывать где-то от холмов нифига не выйдет, потому что углов в наводке вниз их вообще не хватает, вот просто от слова совсем. Дальше. Поворотливость движения, я бы сказал, что вот где-то на восьмерочку из десяти, может даже на восемь с половиной. Мне, честно говоря, хватало. Не могу сказать, что он какой-то медлительный и неповоротливый. Ну, и теперь мнение в целом. Один бой непоказательный, потому что мы там всех разорвали 7-0. Команда, я имею в виду, хорошо справилась. Второй бой, точнее не так, третий бой непоказателен, потому что мы разорвали всех 7-0. Второй бой тоже непоказательный, потому что разорвали 7-0 нашу уже команду. И первый бой, я считаю, что это вот как раз тот бой, которым танк показал себя, ну вот максимально честно и максимально открыто. Поэтому мое мнение следующее. Если этот танчик будет продаваться, допустим, ну я понимаю, что абсурдно звучит, но где-то тысячи за эдак 2,5-3 голды, то можно в принципе его взять, потому что за 2 никакущих, я имею в виду, по нашей результативности, хотя можно было явно на нем отыграть получше, я к этому танчику абсолютно не привык, как я уже говорил, это первые катки, то в принципе этот танчик за 2,5-3 в коллекцию или чтобы фармить и периодически катать и быстро настреливать, ну довольно-таки неплохой, но не более трех кусков голды. Ну а что же касается получить этот танчик из контейнера, ну халява, она и есть халява, поэтому дай бог, чтобы этот танчик выпал и вам. Я надеюсь, мой обзорчик был вам интересен, был вам полезен. Ставьте лайки, подпишитесь, пожалуйста, на канал, буду вам очень благодарен. Возвращайтесь ко мне, смотрите мои видео, всех благ, всего хорошего, получайте удовольствие, ну и как обычно, мира вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok